Этот мужчина, пожелавший остаться инкогнито, по словам налоговиков, несколько лет игнорировал свой гражданский долг, равно как и предупреждение фискальных органов. В итоге за недоимку по транспортному налогу у него арестовали автомобиль. Судебные приставы говорят, имущество еще можно вернуть, нужно только все возместить. Если он предоставит квитанцию об оплате задолженности по исполнительному производству, данный автомобиль он может свободно забрать в связи с окончанием исполнительного производства, фактическим исполнением. У налоговиков и судебных приставов все злостные неплательщики на заметке. Как правило, за долги по налогам им ограничивают выезд за границу, арестовывают имущество и банковские счета. Дабы не доводить до такой ситуации, просим налогоплательщиков ответственно отнестись к своим обязанностям. И в дополнение хочу сказать, что срок уплаты налога за 2015 год у нас до 1 декабря 2016 года. Если вы не хотите расстаться со своим имуществом, сотрудники налоговой инспекции настоятельно рекомендуют платить вовремя. Ведь способов воздействия на должников с каждым годом становится все больше. И меры действенны. Только в первом полугодии 2016 года должниками добровольно оплачено 345 миллионов рублей. Сейчас в судебных органах на рассмотрении находятся 74 тысячи дел на общую сумму почти в 1 миллиард рублей. С должников спросят по всей строгости закона. Арест автомобиля как крайняя мера. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...